4 ноября трагедия в Ильинском исполнится ровно месяц. Дом, в котором произошел взрыв бытового газа, уже снесли. Пустырь особенно хорошо виден вот из тех окон. Это центр социального обслуживания. Там сейчас проживают трое из 29 пострадавших. Они говорят, что в один миг рухнул не просто их дом, а целая жизнь. Я вот как погляжу, у меня слезы текут. Я не могу. У меня сразу слезы текут, давление поднимается. Не могу я. Сколько лет прожила я. Вот он, вид из окна на прошлую жизнь. От дома не осталось и следа. Лидия Евгеньевна уже и не помнит, сколько лет прожила в своей двушке. Недавно купила новую ванну и водонагреватель, но попользоваться так и не успела. Все осталось под завалами. Уже месяц пенсионерка живет в центре социального обслуживания. Дома у нее больше нет. И даже дочери некуда приехать. Я хочу одна, чтобы у меня и девчонка рядом была, дочка, и я была бы рядом. А то она приехала, а ей негде ночевать-то на улице. А сейчас вон на улице-то холодно, снег. Хорошо, вот у меня и скотина была, зайцы были. Пришлось отдать чужим. Вот только кошки за мной все бегают. Ну, кошек я кормлю. Я люблю кошек-то. Я говорю, дадут квартиру, и сразу их в квартиру. Они у меня бегают, мурлыкают. В этой комнатке живут три пострадавших от взрыва газа. Тепло, чисто, уютно. Отношение к ним такое же, как ко всем нашим проживающим, потому что обслуживаем мы их так же. Они у нас питаются, пользуются нашими вещами, которые мы им предоставили. Отдельно проживают в комнатах. Но, несмотря на все созданные условия, оставаться здесь Ангелина Сергеевна тоже не хочет. Душа женщины тянется к дому, а его нет. Зато есть кредит, который пенсионерка брала на пластиковые окна. Говорит, хотела свить гнездо. Так в нем все и оставила. Вот можешь представить, угол, какой бы он ни был, но он свой. Конечно. Как захотела, так и пришла. Как захотела, так и легла. Как захотела, включила телевизор. И поглядела, и пятая, и десятая. Все-таки свой угол. Я говорю, вот дома-то у нас такой был, как сказать-то. Он не аварийный, но так себе. Но все равно мы как-то жили. Жили в этом. Дружно как-то. От взрыва газа в Ильинском пострадали 29 человек. Трое погибли. У Анжелики в злополучном доме проживали родные. Брат сумел выбраться из-под обломков. А вот мама нет. Мама погибла. Я у ей была 4 числа утром после садика. Только уехала. И мне муж звонит, говорит, там у тещи взрыв дома. И я сразу поехала. Приехала, а там уже все, ее завалило. Вот. Ничего. Вытащили, сказали, она погибла. Не могли ее раскопать. Потом раскопали. Брата Анжелика приютила на время у себя. Все пострадавшие на данный момент действительно имеют крышу над головой. Кто-то в казенных домах, кто-то снял квартиру или поселился у родственников. Но главный вопрос, ждать ли квартир бездомным, так и остается открытым. У нас там три муниципальных квартиры. Мы их купим благодаря Павлу Алексеевичу. Он нам оказывает помощь. Вот. Помощь нам оказывают все. Значит, остальные квартиры не муниципальные. Собственники квартир, они не застраховали свое жилье. Соответственно, мы по закону не имеем права, да, выделить им деньги. На приобретение квартир и даже на компенсацию. Но в настоящее время мы ведем работу с тем, чтобы все получили квартиры. Для приобретения 12 квартир в Ильинском необходимо 8 миллионов рублей. Три муниципальные купят в ближайшее время. Возможно, уже в ноябре. Девять необходимо приобрести на внебюджетные средства. А с ними беда. Мы эти деньги, да, изыскиваем у людей и у компаний, да, которые известны всем на слуху во всей стране. Вот, допустим, компания «Газпромнефть» провела совещание у себя и нам отказала в выделении помощи. У нас осталось еще 17 компаний. От предпринимателей очень ждут положительных ответов. 8 миллионов – сумма, в принципе, небольшая. Столько стоит один хороший автомобиль. Но пока что те, у кого такой машины нет, ведут себя более щедро, чем те, кто может ее себе позволить. Все люди разные. Одни готовы отдать последнее. Других чужое несчастье не трогает вовсе. После взрыва цены на квартиры в Ильинском подскочили в среднем на 150 тысяч рублей. Кто-то решил не упускать возможности нажиться на чужом горе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Ильинский район.